здравствуйте еще раз мы рады вас приветствовать как всегда здесь на нашем интервью как прошла партия как вообще было ли тяжело здравствуйте партия непростая была с виду довольно скучная да но было очень много таких критических моментов то есть где-то неточный ход до может привести большим проблемам и типичная проблема в каталоне вот и в принципе но мне кажется плюс-минус я играл нормально но был критический момент когда я побил на ж2 и здесь как раз сопернику задумался потому что вот после пробежи 2 но не вот такое стандартное давление до небольшое был также ход ферзь бета 6 обоюдный и белый выигрывает пешку на 7 никуда-то на основном уйти скорее всего на 8 ферзь бета 7 и партия меняет но вот кардинальное течение то есть мне здесь надо уже как-то доказывать компенсацию но и белые зато в зоне риска оказались вот честно говоря вот мы сейчас обсудили с соперником непонятно что за позиция честно интуитивно кажется что мне компенсация да но нормальное течение партии да вот могу резко измениться и непонятно что в этом было потому что у обоих еще цвет нот приближался вот так что ну а после коробежи 2 кого-нибудь 8 ну там мне кажется у меня нормально но алис видно было александр старался двойной фианкета сделал в первую очередь то есть он старался давить и принципе все его ходы казались очень активными но несмотря на это вы смогли защититься как-то и все получилось как должно было быть поэтому черным цветом делать ничего это конечно очень классно я считаю что в таком-то турнире все мы знаем что белый цвет играет большую роль ну да конечно то здесь принципе интересно у него стратегия была на партию вот такая симметрия да с двумя открытыми линиями но такая вот легкая инициатива и вот где-то вот действительно вот один ход да вот мурам может сезон большим потерям или вот возникнет какое-нибудь окончание которое там надо будет 6 часов защищать и казалось конь на е5 очень активный и вроде у белых там большая какая-то компенсация уже получилось то есть они залазят там три пешки на 2 как-то на ферзе но в итоге вы все все атаки его защитились от всех атак поэтому как ваше вообще здоровье уже улучшилось ну опять таки не могу до конца поправиться просто это но но и мне кажется так акклиматизировался да да все таки это такая температура плюс 40 до каждый день и вечером ты еще нормально а вот днем тяжеловато и в отеле и зале тоже немножко душновато на первые дни акклиматизация все-таки происходит немножко организм с этим борется мы сами ездили по соревнованиям сами знаем вообще как подготовка к партии шла вчера вы много готовились к этой партии но в целом да я стараюсь так основательно готовится сегодня тоже мой соперник играет очень много дебютов ну принципе широкий репертуар и сегодня но не сказать что я угадал но в какой-то момент я так уже решил ну он меня удивил ну я как-то немножко в сторону да пойду вот 23 побольше побольше сейчас мне кажется надо больше но очень большие объемы просто стали ну как бы либо ты больше готовишься вообще не готовишься современные конечно покидать это такое большие варианты надо заучивать смотреть понимать компьютерный век все-таки это очень сильные варианты выходит который мы даже можно понять все равно угадать шансов немного какой момент вы начали сами играть вот соперника вы почувствовали что и он сам играет и вы сами вот уже от дебютной части ушли да мне кажется уже на третьем ходу ну как-то он так я не уверен играл или нет ну я тоже решил вместо обычных продолжений пойду бы 6 ну понятно что опыт у меня есть там да то есть я играл новоиндийские построения но это не то что я сегодня планировал ну да но этими интересны шахматы что не всегда там как бы 30 ходов заучил 30 ходов сыграли не чувствовали и вот это скучно я как будто не на соперника зависит да да где-то в эти стороны на первых ходах спасибо вам за интервью приходите удачи